Итак, уважаемые, очередное видео о правильном развитии пчеловодства, о правильном содержании ваших семей. Некоторые пчеловоды просто небрежно относятся. Поставили пчелы, говорят, да пусть работают, пусть носят. И как их поставить, где поставить? Желательно поставить в загороженном месте, чтобы ветров не было, чтобы пчелы чувствовали тепло и уютно. Итак, я прочитаю некоторые выдержки и деления опыта некоторых пчеловодов. Один из пчеловодов пишет, как он производил опыты для того, чтобы утеплить улья. Статья называется «Необходимо утеплять донья ульев». Для опыта я несколько ульев поставил на соломенные подстилки, а часть ульев оставил на колышках. Результаты оказались следующие. В ульях, находившихся на соломенных подстилках, количество расплода быстро возрастало. И он доходил до нижних планок расплод, то есть на всю рамочку был. В ульях, стоявших на колышках, расплода было меньше, хотя семьи и условия содержания были совершенно одинаковые. Лед пчел опытных семей был также заметно энергичнее. Перед летками ульев, находившихся на колышках, в разном количестве имелись застывшиеся пчелы, особенно в дни пониженных температур. Когда пчелы летали на сбор пыльцы, упав на землю перед ульем, пчелы из-за потока воздуха под ульем быстро коченели и подняться в воздух уже не могли. Иная картина была у ульев, находившихся на соломенных подстилках. Из данных наблюдений я сделал вывод, что защита пасеки от ветра и размещение ульев весной на утепляющих подстилках создает более благоприятные условия для раннего развития семей. Ульях с утепленными донями, перезимовавшие пчелы, не растериваются так быстро, как это бывает ульях с холодными донями. За счет утепления дна и устранения сквозняка под ульем создаются лучшие температурные условия внутри улья. Начиная с 1953 года и по настоящее время весной, это был уже 1958 год, весной выставляя из зимовника улья в количестве 120 я ставлю их только на соломенные подстилки и держу в таком виде до наступления устойчивого тепла. Впоследствии ставлю улья на колышки, а солому убираю. От данного мероприятия в комплексе с другими из года в год я получаю устойчивые сборы меда. Итак, обратите, друзья, внимание, очень важно, чтобы была правильная вентиляция воздуха по весне и чтобы исходило от дна тепло. Я думаю, что это мы все понимаем, что чем качественнее и нормальная температура для пчел, тем лучше они развиваются. Еще один опыт. Опыт регулирования теплового режима в гнезде пчел. Называется так. Небольшая статейка. За последние 10 лет я для роста пчелиных семей с весны перевожу на теплый занос гнезда слабых семей. Делаю это сразу же после весенней ревизии. Поверну улья в полуоборота в сторону лёта пчел и открыв боковой литок. При таком содержании роста семей, рост семей заметно ускоряется. То есть, хочу пояснить, если рамки стоят вот так и литок здесь, это значит холодный занос. Если рамки стоят так, а литок здесь, это теплый занос. Поэтому по весне зимует на холодный занос. Но по весне этот литок закрывает, а этот открывает и поворачивает улья в эту сторону, чтобы рамки стояли вот таким образом. У него два литка и семья, получается теплый занос, холодный воздух проникает, тут имеет препятствие, семья имеет более теплое развитие здесь. Летом, когда жарко, он этот литок закрывает, открывает этот литок, семью поворачивает и получается на холодный занос. Воздух летом хорошо заходит и вентилирует эти рамочки, проходя сквозняком до задней стеночки. Вот такая вот система. Вот так он описывает здесь руглировку своего гнезда, имея два литка. При таком содержании рост семей заметно ускоряется. Некоторые слабые семьи успевают усилиться настолько, что главному взятку получают по второму корпусу или в крайнем случае по магазину. Гнезда пчел с теплого заноса на холодный я перевожу с наступлением теплой погоды. Когда семьи имеют 5-7 рамок расплода. То есть семья увеличилась и может сама себя обогреть, тогда он ставит на холодный занос, чтобы сквозняк проходил. И такое содержание пчел способствует не только быстрому наращиванию молодых пчел и не располагает семью к раене, но и избавляет пчеловода от работы по сокращению гнезда, переносу за вставную доску корма, по перестановке рамок с расплодом для усиления слабых семей. Наружную кормушку я использую в качестве регулятора для притока воздуха. В жаркие дни верхние летокули открываю на все время суток, а в холодные закрываю на ночь вертушкой. То есть снаружи он еще прикармливал и использовал для регулятора в качестве притока воздуха. Если в жаркие дни леток открывался, это понятно, а в холодные закрывался. Вот такую работу он производил, регулируя тепловой режим гнисти. Итак, друзья, значит, что мы еще можем добавить вам по отношению этих работ? Значит, еще одна статейка, которую делится человек, тоже в этом журнале 58-го года, номер 4. Все мы знаем, что пчелы, как и люди, употребляют воду с ранней весны до поздней осени. Вот тут он делится, что он тут делал. В Запорожской области Украинской ССР октябрь и ноябрь бывают относительно теплыми. Температура воздуха в тени нередко поднимается до 5 градусов и более. При такой температуре продолжается выращивание расплода. А в связи с этим и лед пчел за водой. Однажды, проходя мимо водосборной колонки, я увидел массу застывших в воде пчел. Это навело меня на мысль дать пчелиным семям жидкий сахарный сироп. Вылет пчел из этих семей за водой сразу же почти прекратился. В дальнейшем я сделал утепленную общую поилку и систематически наполнял ее теплой водой. Пчелы охотно брали воду и возвращались в улья. Если я почему-то не успевал добавлять в поилку теплой воды, а оставшаяся в ней уже остыла, на сточной доске ее при тех же температурах и прочих условиях пчелы коченели и взлететь не могли. Дачу теплой воды я приурочил к наиболее теплому времени дня, руководствуясь при этом поведением пчел в улях. Удовлетворяя полностью подребенность пчел в воде весной и осенью, я заметил, что семьи пчел более экономно расходят кормовые запасы, заметно больше выращивают расплода и сберегаются от преждевременной гибели. Руководствуясь тем, что потребность пчел в воде увеличится с появлением ульи расплода, за месяц до выставки пчел части семей я также стал систематически давать воду внутрь улья. Оказалось, что осы пчел в этих семьях было значительно меньше и расплод больше в сравнении с теми семьями, которые воду не получали. Итак, друзья, обратите внимание, что это очень важная информация. Если вы все-таки это взяли во внимание, то желательно сделать, есть еще более обширная информация о том, как сделать постоянно стационарную воду, которая бы подогревалась. В настоящее время, если вы будете стараться искать эти вопросы, то вы их найдете и в интернете, есть такие информации, и в разных книгах, и написано, и в журналах описывается. Это только часть этой информации. То есть, если с ранней весны до поздней осени пчелы будут знать, где хорошая вода и подогрета, то в любое время дня и утром, и вечером, и в обед, и в любое время погоды они свободно будут прилетать туда и брать, потому что они будут знать, что смогут возвратиться назад. Итак, еще одну маленькую информацию я вам дам. Эта информация называется Нозематоз. Все знают, что такое Нозематоз. Заразная болезнь Нозематоз взрослых пчел, вызываемая паразитом Ноземой. Пчелы заражаются при поедании меда и чистке яиц загрязненными спорами Нозема. Развитие болезни способствует недоброкачественный корм и длительная зимовка во влажном зимовнике. Хочу добавить, тут не написано, в основном падевый мед, недоброкачественный, или есть такой, что ядовитый мед собирают, но в основном это и есть падевый. Болезнь часто сопровождается сильным поносом. То есть, если вы открыли семью после зимы, и у вас рамки все так пятнышками-пятнышками запоношены. Большой гибелью пчел и маток в конце зимы и весной, резким ослаблением семей и нередко гибелью. Практически эта семья с трудом потом развивается, потому что это заразная болезнь, как тут написано. Это, как тут написано, этот паразит, который на земле развивается в пчелах. Его нужно лечить. Его нельзя так оставлять. Если кто-то оставляет так и думает, что семья принесет, она не принесет. Она просто, ну, так сказать, очень медленно развивается и не может развиться, потому что это заразная. Не просто простудился и не передается, а заразная она передается. Поэтому многие не понимают, что такое заразная. С целью предупреждения заболевания пчел назиматозом необходимо оставлять на зиму сильные семьи с большим количеством в них молодых пчел и обеспечить содержание их в сухих, хорошо вентилируемых зимовниках при температуре не выше 2-4 градуса и доброкачественным цветочным медом. При обнаружении в кормовых запасах падевого меда его заменяют на зиму сахаром не менее 6 кг на одну семью пчел, обеспечивая размещение подкормки в центре гнезда. В случае заболевания пчел зимой, появление поноса, производят ранний очистительный оплет пчел с одновременным удалением из гнезда опоношенных сотов и заменой недоброкачественного корма цветочным медом или сахаром. После выставки пчел больные семьи пересаживают в новые или обеззараженные ульи на сокращенные и хорошо утепленные гнезда. Хочу отметить, друзья, все является тем методом, что утеплять надо. Из старых гнезд новые улья переносят только соты с расплодом, предварительно очистив планки рамок от следов поноса. Кормовые рамки для новых гнезд берут из запаса или от здоровых семей. Зимовавшие соты по мере выхода из них расплода заменяют свежеотстроенными. Улья и рамки очищают от загрязнений и промывают 3% раствором зольного щелока. Но это было все в те времена, сейчас, по-видимому, имеются другие средства. Годные к употреблению соты обеззараживают одним и следующим способом. Сплошным увлажнением из пульверизатора, 4% раствором формалина. Одна часть продажного формалина и 9 частей воды. Увлажненные соты ставят ульи и ящики, плотно их закрывают, промазывают все щели глины и выдерживают в помещении при температуре не ниже 20 градусов в течение 4 часов. Второй результат. Дезинфекциями парами формалина. Также таким методом можно обеззараживать. Чайник наливает 300 граммов воды на 100 граммов продажного формалина и нагревает до кипения. Струю пара через резиновую трубку направляют в леток улья или отверстие плотного ящика, заполненного сотами и плотно закрытого сверху. Температура ульи должна быть в пределах 50-55 градусов, которую определяют термометром, ставленным через поток улья или ящика. Дезинфекция производится не менее 30 минут. Соты предохраняют от прямого попадания на них струи пара. Запах формалина удаляют опрыскиванием сотов однопроцентным раствором нашатырного спирта или промыванием водой и просушиванием сотов и ульев на открытом месте, защищенным от дождя и прямых попаданий солнечных лучей. Итак, нозематоз. Всем понятно, понос пчел заразная болезнь. Старайтесь, чтобы в вашу зиму пошел мед хороший или сахарный сироп, как тут рекомендуется. Ну, естественно, всем желаю хорошей зимовки, удачи, до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы непонятные, будем стараться ответить то, что знаем. А если нет, то хорошего вам настроения. Продолжение следует...